Генеральный партнер программы «Торговая группа Абсолют». Официальный партнер программы «Строительная компания Бургражданстрой». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости на АТВ». С вами в студии работает Илья Балханов. И сразу перейдем к анонсам сегодняшнего выпуска. Вы ничего не должны делать. Они должны все это сделать. Подрядчикам снова досталось. Депутаты продолжают проверки на дорогах. Мне было жалко продавать свои куклы, а это же как дети. Америка, Япония, Канада. Работы кукольного мастера из Бурятии пользуются популярностью далеко за пределами республики. Время операции, сердце останавливается. 4 миллиона для Аяна. Ура! Малышу с пороком сердца собрали деньги на операцию. За сутки еще у 37 жителей Бурятии нашли ковид-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев 3071. Завершили лечение и выписались из больниц 2212 человек. 44 выздоровели за последние сутки. Проходит лечение в стационарах республики 469 больных. 367 на амбулаторном лечении. Накануне умер 80-летний мужчина с тяжелой формой ковид-19 и сопутствующими заболеваниями. Всего в Бурятии пандемия унесла жизни 23 человек. Закатали проблемы в асфальт. Вчера депутаты горсовета Улан-Удэ снова выехали с проверкой на знакомые улицы. Красной Звезды и Медицинская. В прошлый раз подрядчику выдали кучу предписаний об устранении недочетов. Исправлены ли ошибки, выяснял Чингис Яхунаев. Неделю назад подрядчикам этого участка дороги выдали предписание. Обещали расторгнуть контракты и оштрафовать, если ремонт не будет сделан как надо. Если этого не будет, тогда мы все будем рекомендовать расторгать контракт, из-за того, что они не имеют все это делали, штрафуйте, миллионные штрафы, чтобы за каждый день пошло. Сколько можно, один и тот же подрядчик, мы к нему уже шестой, седьмой раз проходим, и такие вам письма пишем, пишем. Повторная проверка прошла вчера вечером. Началась она неплохо, подрядчики зафиксировали бордюрные камни и исправили многие недочеты. Казалось, наконец-то дорожники сделали все на совесть. Но это только на первый взгляд. Мы же все смотрели, ничего не сделано. Есть у нас уверенность, Сергей Владимирович, что они сделали как раз второй участок? Сначала посмотрели, в начале улицы все сделано основательно. Небольшие замечания есть? Вы строитель, вы видите, на сколько сантиметров перепад, вот смотрите. Я не удивляюсь, когда вы там в ворота, двери закрывали. Реально вот закрывали, люди не могли даже выйти. Что можно говорить-то, если вы здесь вот так вот все делаете? Их надо будет расширить, камни все это убрать будут, то есть с этой стороны. Вы же обсыпать будете, чтобы более-менее стало. Я с ними с утра ругалась, они вообще делать ничего не хотели. Вы написали себе? Да. И главное говоря, что это все должны делать. И за пять минут вчера сделали. На каком основании, когда ходил здесь? Вы ничего не должны делать. Они должны все это сделать. Нас заставили, а у нас тоже здесь сделано, вот здесь все старый асфальт, здесь все старый асфальт идет. ООО «Доринвест» занимается ремонтом дорог не только на этом участке. Они постоянно получают предписание об устранении ошибок. И каждый раз эти ошибки повторяются. И они уже сегодня поняли, что просто так это не сойдет ничего с рук. Сегодня они уже думают, ну первый раз пришли, ну второй раз пришли, а мы и третий раз пришли все. Мы и четвертый раз придем. Столько, сколько надо, столько и придем. Поэтому они это увидели, значит, подрядчики и Улан-Дестрой заказчик. Поэтому они понимают, что здесь просто так ничего не будет. Сделают, они обязаны сделать, выполнить работу так, как это должно быть. Они сами сказали, что держаться мы вообще не будем делать, оставим так, они сказали. Я говорю, как это? У всех асфальт, у всех подъездов у нас еще останется. Ломайте свой цемент, тогда мы сделаем. А я говорю, а почему? Ну, сюда асфальт не пойдет, он говорит, здесь асфальт не ляжет, сюда асфальт не пойдет. Вы это сами сделали. А что бетонировали? Вы сами делали? Да. Мы вот с вами днем здесь встречались, вот по этому Валику разговаривали. И в этот же день вы сами забетонировали. Ну, конечно. Ну, если вы сами, вопросов нет. Просто мне рабочие сказали, что они им забетонировали. Ну, обманывают, видите, что делают, а? Вот обманывать-то вообще. Такое сделать, и я даже представить не могу. Крыльев у машины нету. Мы ее спустите на руках и поднять тоже не можем. Вот машину мы вынуждены теперь в ограде ставить. Работающие пенсионеры могут оформить электронные больничные или получить пособия по временной нетрудоспособности. В Бурятии уже несколько человек старше 65 лет получили такие выплаты. Для тех, кто еще не успел, есть достаточно простая инструкция. На сегодняшний день отделение фонда принимает реестры сведений за три периода. Это с 15 июня по 12 июля. За три периода. Раздельно по каждому периоду. Соответственно, работодателю необходимо в кратчайшие сроки направить реестры сведений. Для заполнения реестров сведений отделением фонда разработана памятка, памятка заполнения, которая размещена на сайте регионального отделения. Заполнить реестры сведений можно на сайте фонда социального страхования. Ссылка указана на экране. Там же информация по периодам оформления больничных и выплате пособий. Добавлю, что для их получения жители Бурятии старше 65-ти должны соблюдать самоизоляцию и не должны работать удаленно или находиться в отпуске. Счастливыми обладателями машин сегодня стали жители Бурятии. Правда, не все, а лишь так называемые маломобильные. Уже не первый год их обеспечивает автомобилями фонд социального страхования. С довольными водителями пообщалась Валерия Мартынова. Мы находимся в автосалоне и сегодня здесь бесплатно раздают машины. Кому и почему, сейчас узнаем. Сейчас в вашем новом автомобиле сразу объясню вот эту бирочку. Один крючок используйте. Если не открывается, она просто самая как-то штука. Вот эту бирочку мне выкидывайте. Это получают автомобили наши пострадавшие на производстве, в которых установлена нуждаемость в транспортном средстве, в программе реабилитации пострадавшего. Мы поздравляем всех, кто имеет такую прекрасную возможность получить автомобиль от государства. У нас в районе автобусы редко ходят. До больницы добираться тяжело, по магазинам тяжело ходить. Вот и спасибо им большое. Они в течение трех месяцев уже организовали нам автомобили, чтобы нам было легче двигаться, передвигаться. Спасибо им вообще большое за все. Травму получил я в 2011 году и с 2012 года получил инвалидность. Хотел бы, конечно, выразить благодарность государству в лице Фонда социального страхования в обеспечении нас автомобилем и вообще в помощи нам, в помощи в реабилитации. Данный автомобиль получаю уже второй раз и, в общем-то, могу оценить нужность этого автомобиля нам для того, чтобы быть мобильными и оставаться в социуме. А вот есть такая возможность, что машину можно как-то потом поменять или на другую, например? Нет. Значит, строго, на 7 лет вот она выдается, 7 лет уже будешь ездить на ней. Правда, сказали, что будет выделяться на ремонт еще в течение 7 лет, будут выделяться деньги на ремонт машины. Расскажите о своих впечатлениях. Интересный автомобиль. Рады? Рад. Рад, действительно рад. Автомобиль хороший, очень хороший автомобиль. Первые автомобили были не такие маленькие, проще гораздо. Валерия Мартынова, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ Они рождаются в Улан-Удэ, а на ПМЖ переезжают в Америку, Японию, Канаду и не только. Куклы Татьяны Акинфиевой пользуются популярностью далеко за пределами республики. Каждое ее творение уникально и неповторимо. Екатерина Устюшенко встретилась с мастером. Самая первая кукла я делала вот эту, и она была очень вредная. Потому что это был первый мой эксперимент сделать, такие вот, какой-то носик необычный, там губы. Но во что ее одеть? Я пробовала сшить брюки, пробовала сшить рубашку. И все это, и кукле не подходило, потому что она вот такая. И вот я считаю, что она очень долго вредничала, и не то ей не надо, не другое не надо. Я кое-как вот, как бы, родился вот такой образ, вот это вот валеное пальто, такое серое, грязное. Из них также сделан тот посох лесного жителя. И вот этот вот процесс согласования в своей голове образа, он может занять месяц и больше. И началось все с того, что у меня в школе была четверка по рисованию. Единственная четверка, все остальные были бездерки. И то я считаю, что мне эту четверку-то ставили из уважения, чтобы, как бы, отличницу не портить. Тройками, там, или двойками. И однажды в интернете я увидела такой вот призыв. Научим рисовать любого. Я думаю, ну, попробуйте, нарисуйте меня. Да еще онлайн, да. Я записалась на этот круг, думаю, ну, я уж не умею рисовать, попробуем, как вы меня научите рисовать. Ну, я научилась рисовать онлайн, начала писать картины даже маслом. Вот просматривая эти мастер-классы художников, я наткнула случайно на мастер-класс кукольников. Меня это захватило прямо с головой, мне захотелось попробовать то же самое. Тем более, что вязать я умела, шить я уже умела, валять я к тому времени умела. Столько всего умею, что можно применить в куклах. Единственное, что вот лепить такие вот головы из пластика, конечно, не умела. Ну, вот и я начала делать куклы. Просто потому, что мне это было интересно. Этот музыкант, гитарист такой, рок-музыкант. Куклы все подвижные, и характер особенно хорошо. Вот я, можно, как бы мне кажется, что у меня получилось. У них вот у птички ручки движутся, ножки движутся, ее можно поставить на одну ногу. Она любит танцевать, а гитарист любит играть на гитаре. И я сняла даже с участием этих кукол мультик. Ко мне одиннажды пришел сын и говорит, мама, ты с этими куклами скоро обрастешь. Ты хоть их давай, начинай продать. А мне было жалко продавать свои куклы. А это же как дети, как даже самые первые, не очень удавшиеся. Я так, как это продавать? Что это? Я их вмесу, их кто-то купит, что ли? Ну, ты что? Я не могу с ними расстаться. Он мне говорит, ну, ты же ими уже обрастаешь. Ну, попробуй. Ну, первые куклы продавались у нас в магазине. Они были попроще. Они были совсем, как бы, недорогие. Последние куклы, которые вот такие сложные уже, вот, необычные, как авторские куклы, да, с большой проработкой, они в основном продавались у меня с аукционой. У меня три куклы уехало в Америку, несколько кукол в Сингапур, несколько кукол в Японию, в Канаду. Когда куклы начали продаваться, это, как бы, дополнительная энергия. Вау, значит, они нравятся людям, значит, я могу. И тут появляется азарт. Вот, хочется сделать посложнее, хочется сделать более подробную, там, с пуговички, с чем-то еще, чтобы... Я удивляюсь, чтобы и людям было на что посмотреть. Вот, чтобы сделать такую бадуарную куколку, я сначала экспериментирую вот на таких маленьких деталях. Смотрю, как будут работать суставы, вот, чтобы были и ножки подвижные, ручки. А вы это сами делаете, да? Да, здесь вот проволока, бусина, и вот, чтобы поворачивалась рука, вот, ручки лепятся тоже из глины. Таких кукол у меня мало игровых. Вот, это было, как бы, начало моего творчества, да, игровая кукла. А вот эти куклы уже их... Конечно, ребенок может с ними поиграть. Кукле ничего не сделается, она очень прочная, даже если упадет, не разобьется. Но, все больше, это куклы для взрослых, да, это такие сувенирные, интерьерные куклы, может быть, для коллекционеров, для... Каждый там, может быть, найдет какую-то родственную душу. Чудо и ваша доброта. Иначе нельзя назвать то, что произошло. Сборная операцию для маленького Аяна закрыт. Трогательную историю семьи Садбоевых несколько месяцев назад узнала вся республика. У малыша сложный порог сердца. Он очень тяжело переносит операцию, потому что последнюю операцию, там он находился практически месяц под наркозом, под сильным наркозом, он был в таком состоянии, да. Там сердце, видите, операция на сердце, во время операции сердце останавливается, да. То есть оно находится в минической смерти каждый раз. Операция «Фонтен» – заключительный этап лечения, необходимый Аяну. Проведут ее в Берлине. На новую операцию требовалось почти 4 миллиона рублей. И теперь, благодаря помощи неравнодушных людей, эта сумма есть. Сейчас семья с нетерпением ждет открытия границ. Сейчас очень короткая реклама, а после нее вы увидите. Снимите, а то раньше говорили, старую трубу ложат. Реконструкция котельной, перекладка труб и очередное отключение воды. Мы расскажем, где и когда. Довольны? Да, да, я очень довольна. Всем выйти из сумрака. С 1 июля в Бурятии действует закон о самозанятых. Будьте счастливы, здоровы и мудры. Улан-Уденцы поздравляют сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. В сотых кварталах полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Причем довольно масштабная. Здесь не просто латают трубы, а полностью перекладывают больше 4 километров теплотрассы. Большая реконструкция проходит и на котельной Юго-Западная. В августе жителям сотых придется немного пожить без воды, зато потом можно забыть об авариях на десятки лет. Подробнее об этом расскажет Чингисачиров. Мы находимся на котельной Юго-Западной. Прямо сейчас здесь проходит масштабная реконструкция. Впервые за много лет здесь меняют основное, вспомогательное и насосное оборудование на 13 миллионов рублей. Лично проверить ход реконструкции приехал мэр города Игорь Чуденков. Эту котельную запустили в 87-м году. Она снабжает теплом весь Юго-Западный район города. От силикатки до 113-го квартала. Понятно, что за 30 лет оборудование устарело, а трубы сильно износились. На сегодняшний день из пяти котлов три котла выполнены, и два котла находятся в работе. Значит, работы по ремонтной кампании, как по тепловым сетям, так и по котельному комплексу, планируем завершить до конца августа в соответствии с графиком. Что это даст? Во-первых, теперь можно не бояться, что котлы не выдержат и взорвутся. Во-вторых, сотые можно спокойно застраивать дальше. Новой мощности хватит, чтобы подключить еще больше потребителей. Снимите, а то раньше говорили, старую трубу ложат, даже маркированную. Тут прописаны ГОСТ, толщина стенки, диаметры. И даже свежие? Да, да. А на такие трубы заменят больше четырех километров теплосетей. Правда, жителям сотых придется потерпеть две недели без горячей воды. Котельную остановят с 10 по 23 августа. Транспортное движение блокировать не будут. И вот в момент плановой остановки будет произведен монтаж непосредственно около стен котельной и там, где необходимо переврезаться. Я еще, как понял, в грамку госпрограммы 2 миллиарда выделили бурятии на три года до 21-го. То есть это какой-то один из первых этапов. А дальше какие планы? Куда еще? Ну, вообще, подробно этим занимаются непосредственно специалисты компании. То есть там планы касаются огромного количества. То есть это наши основные планы. Первое – это обязовать этот район. Второе – это замена котельных, которые мазутные, и в направлении стеклозавода прокладки теплотрассы. То есть там позволят четыре котельных вывезти из обращения, подключить к ТЭЦ-1 жителей. И тоже серьезно там поможет экологической обстановке. Не только там на стеклозаводе, но и ближе к центру города. То есть это вот ближайшие основные планы. Работы завершат уже к концу августа. По гарантии новые теплосети простоят сто лет. Так что, надеюсь, этой зимой мы сюда не вернемся. Чингис Ачиров, Данила Жаркой, телекомпания АТВ. 300 тысяч рублей за одно видео. Онлайн-фестиваль «Красиво.дв» проводит конкурс видеоработ. Участвовать может любой. Некоторые мои коллеги тоже уже подали заявки. Обо всех правилах и сроках конкурса расскажет Валерия Мартынова. Жители Бурятии и всего Дальнего Востока, у вас есть уникальная возможность принять участие в онлайн-фестивале видеоконтента «Красиво.дв». Наши коллеги тоже решили принять участие. Один из них – это оператор Коля Дулбаев. Коля, расскажи, как ты решил принять участие? Ну, просто услышал о конкурсе и отправил туда свой видосик. А что за видосик? Что ты отправил? Я ездил на Ольхон зимой, и вот, собственно, поснимал Ольхон, и вот его и отправил. А какие именно места представлены в твоем видеоматериале? Там мыс Хабой, это самая северная часть Ольхона. Мыс Близнецы, Ледяные Гроты и Чауркутского залива немного еще есть. Ну и что, думаешь, какие шансы выиграть приз конкурса? Не знаю, ну, можешь какие-нибудь есть, посмотрим. Мы поехали на Сувинскую Саксонию, очень известное туристическое место, поснимали там. И я сняла свою деревню, где я выросла, с необычных сторон, такой ее еще, ну, наши земляки, по крайней мере, не видели. Вот, и отправила еще отрывки из программы ДНЗ. Зарисовки, они сняты на мобильный телефон. Как бы, и для меня это было немножко непросто, потому что я не снимаю сама. Мне как-то было, ну, вот, выстраивать кадр, что-то как-то думать, пробовать. Вот это для меня было самое такое. И, наверное, то, что телефон реально иногда может заменить оператора. Успевайте и выпадать свои работы до 10 июля. Для этого нужно найти сайт красиво-твой-дв.ру, подать заявку, заполнить анкету. И вот вы уже успешно зарегистрированы. С 1 июля домашние бизнесмены могут выйти из тени. В Бурятии теперь действует закон о самозанятых. Пекари, вышивальщики и даже ведущие мероприятия теперь могут официально претендовать на господдержку. Тем, кто еще не видит в этом плюсов, предлагаем посмотреть следующий сюжет. С 1 июля в Бурятии действует закон о самозанятых. Люди, которые пекут тортики, вышивают и так далее, могут выйти в официальное, скажем, поле. Было много споров, зачем выходить из тени, платить налоги и так далее. Но, видимо, кому-то это в плюс. И сейчас мы встретимся с одной из них. Собственно, все изделия, вот здесь представлены, они все авторские. Все мои, то есть я их придумала изначально. Ну, точит у меня мастер, потому что я сама как бы такой объем не осилю. Это вторая работа. А как давно вы начали этим заниматься? Вообще пыталась подсчитать. Ну, 15 лет это точно. Понемножечку развивалось больше, больше, больше становилось. Ну, вот сейчас пришли к такому немаленькому объему уже для кустарного производства. Вообще, конечно, спрос рождает предложение. И, естественно, пошел спрос, чтобы сдавать в магазины в те же самые. Или кто-то обращался, им нужна большая партия для реализации. И вот тогда уже встал вопрос о том, что надо больше делать изделий. Это все вами сделано? Да, да. Это все мною. Роспись моя, роспись делаю только я. Точит у меня мастер по моим эскизам. Как сильно дунете? Нормально. Денег не будет. Нет, будет. Это же не правство свистеть. Зарегистрировалась как самозанятая. Для меня это очень удобно. Удобно тем, что вопрос встает с пенсионными отчислениями. На работе все-таки они же у меня идут, эти пенсионные отчисления. То есть ИП я давно думала создавать, ИП открывать. Но неохота платить два раза в одну коробочку. И неизвестно, когда это все вернется еще. В чем плюс этого? У меня несколько раз вставал вопрос, что у меня хотели купить, ну не маленькие для меня, не маленькие партии. И им, естественно, нужен фискальный документ, чек. Который я выдать не могу. И с кем-то из предпринимателей, знакомых договариваться. То есть это схема такая. Для меня лично это очень тяжелая схема. И потом сейчас вот самозанятые пользуются естественной государственной поддержкой. Вот центр «Мой бизнес», он нас привлекает. Оплачивает участие в выставках для таких, как я. Это очень выгодно, это удобно. Эта матрешка называется Масленица, они готовят блины. Они готовят блины? Да. А, о, блины у них прям нарисованы. Сложно ли стать самозанятым? Как это сделать? Нет, это вообще у меня процедура заняла, наверное, минут 10. Скачала приложение, взошла в это приложение. Так как у меня нет личного кабинета в налоговой службе, там есть опция сканировать паспорт. То есть он сам все сканировал, сделал мою фотографию, все данные. Сразу сам внес и понашел меня через налоговую по моему ИНН. И все, собственно. Вы довольны? Да. Да, я очень довольна. Я этим живу. Я и не с мыслью жизни без рисования. Не могу и дня провести, чтобы не рисовать. А еще сегодня день сотрудников ГИБДД, с чем мы и жители Улан-Удэ их поздравляем. С ГИБДД? С ГИБДД нет. У меня были. Ну, когда сдавала, сдавала на права были. А так нет. Даже, я не знаю. Ну, было, конечно, было. Мы тоже были с подругой, она была за рулем, на машине. Мы чуть-чуть задели машину и уехали с места преступления. В детстве были, в поездах пошарили и нас забрали. В Удэ? Да. В основном штрафовали. По делу? По делу. Я старался с ними как-то не встречаться. Если это потом покажут, нас накажут. Да, да, да. Ничего не было. Все было классно. Все было хорошо. Мы законопослушные граждане. Есть же двойная сплошная на Пионере. И вот мы как-то выезжали оттуда. И такой дурацкий разворот. Нужно объехать внизу и развернуться на Абсолюте. Мы спустились, развернулись. Но нас обогнал кто-то очень умный и проехал так через двойную сплошную. И там стояли сотрудники ГИБДД. Они увидели все это дело. И чувак просто останавливается, паркуется на бордюре. И делает вид, что у него сломалась машина. Так, я, к сожалению, не водитель. Но хочу поздравить всех с праздником. Пожелать всего самого хорошего, лучшего. И будьте добры ко всем. Я воздержусь. Поменьше неадекватных водителей. Хороших служебных дней. Будьте счастливы, здоровы и мудры. С праздником. Желаю счастья, здоровья и прицветания на такой хорошей работе. Поменьше аварий. Поздравляю с Днём ГИБДД. Желаю, чтобы было поменьше пьяных водителей. Поменьше придурков на дорогах. Всего самого лучшего, светлого, здоровья, счастья и... И фонарей. Удачи в работе, да? Поздравляю всех ГИБДДшников. Желаю им быть крутыми ГИБДДшниками. Да. И успехов в их ГИБДДшном деле. На этом у меня всё. С вами был Илья Балханов. Наши новости вы всегда можете найти на официальном сайте АТВ и страничках в соцсетях. Приятных и солнечных вам выходных. Увидимся. Шокер цена в Абсолюте. Чистящий порошок Комет. Со скидкой 38%. Всего за 39,89. С заботой ваш Абсолют. Своя квартира в центре города? Всё просто. Ипотека всего за 2%. Бургражданстрой. Ведущий застройщик Бурятии. Квартиры без посредников. Подробности по телефону 22 22 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова